избегать перелета в течение двух недель вот этого никто ни в какой памятке не напишет да вы это четко должны знать и вашим пациентам ограничивать перелет во время перелета мы так знаем там все эти кармидо задержка жидкости и в области губ это происходит очень интенсивно если это препарат с высокой осмолярностью который теоретически может вызывать отек это также может привести к выраженной отечности вместе инъекции вашего филера делаем исключение конечно если это элементарные носогубные складки или там поверхностные морщины откорректировали то есть интродермальное введение которое будет скорее всего стоять локально нормально никуда ничего не сместиться то там пару дней пусть посидит и пусть летит куда угодно самое главное если не нарушается целостность ткани да то все в принципе закончена относительно хорошо и ограничиться смещением материала самостоятельно это нивелируется в течение двух-трех дней естественно нужно будет ограничивать вечернее потребление жидкости там острая все 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 что задерживает жидкость но при этом ни в коем случае дневное время не ограничивать прием воды но если нарушается целостность в первую очередь это встречается получается в проекции нижней губы по перемычке просто лопается то конечно присоединение в точную